Футбол России Ну, мне кажется, нету, но в последнее время, кстати, с этим лучше стало и больше, наверное, пауз дал давать Юрий Павлович Он когда в команде только появился, вы же не были, да, до этого знакомы, не пересекались? Нет, никогда А просто когда он был у нас в гостях, я вот спрашивал, как он ладит с совсем молодыми людьми, ну, такими, как вы или брат, то есть с которым большая разница в возрасте Он сказал, что, в общем, никаких проблем нет с тем, чтобы контакт найти Вообще никаких, иногда даже какие-то там шуточки можно пошутить, какие-то даже в современном каком-то ладе, что уж смешно бывает Поэтому, как-то, не знаю, всегда нормально было Ну, поклонник группы Ленинград тут рассказывает, как на концерты ходит Да, я как-то, да, смотрел, узнал только, хотел спросить, какая песня нравится Ну что ж, прекрасно Матч с Енисеем выиграли в самой концовке Можно сказать, что повезло или потому, как игра складывалась все справедливо? Вы знаете, судя по статистике, опять же, наверное, справедливо, что выиграли Но, опять же, в первом тайме, когда не забиваешь и уже выходишь на второй тайм Понимаешь, что время уже только 45 минут И поэтому, наверное, какое-то давление иметь Поэтому, мне кажется, этот факт сыграл, что 45 минут только для победы, для забитых мячей Поэтому, наверное, где-то нервозность проскакивала, я думаю, у всех При этом хорошо, что забили Такой 90 гол, но при этом гол, как бы, есть гол А когда пропустили? Когда пропустили, на 84-й минуте, где-то, по-моему, это было Ну, сложно сказать Конечно, ну, где-то внутри, наверное, у меня все-таки сидело, что справедливость должна быть на нашей стороне И мы все-таки дожмем Вы довольно много били в этой встрече и в перекладину один раз попали Прекрасный был момент Да, с левой ноги Все правильно сделали или чуть-чуть не докрутили, как сейчас думаете? Ну, не докрутили, но, мне кажется, там вообще надо было расстреливать Как-то нас, как бы, больше силы вкладывать, нежели такой Хотя, исполнял, что сказать, надо отрабатывать на тренировке еще раз Вы вообще, как-то, свои моменты там пересматриваете, анализируете? Да, конечно, вот инстант, который приходит Вы инстант даже изучаете? Да, 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 смотрим У нас как-то в этом плане в команде на это обращают внимание И интересно, сколько ты борьбы провел и так далее И сколько ударов сделал Антон, скажите честно, вы следите за гонкой бомбардиров? Вы там один из лидеров в этом сезоне Восемь мячей, в общем, по нашим меркам Учитывая, что вы все-таки не чистые нападающие Вообще, следите за тем? Там, как дела у Азмуна, как дела у Чао? Ну, интересно бы Я как-то натыкаюсь в том же инстаграме Там, на паблике И где уже видно, кто на первом месте, кто на втором Интересно, конечно Но при этом у меня нет какой-то цели и задачи, наверное Конечно, всегда приятно забивать Но я думаю, если 10 в этом сезоне забил, вообще будет Я буду очень доволен Ну да, учитывая, что все-таки в прошлом же сезоне не всегда стартовый состав попадает Не всегда, только, да, постепенно А вы с Чаловым знакомы лично вообще? Ну, конечно, да Там иногда не перешучиваетесь? Ну, нет, так что, Федя молодец Хотя к нам мог и не забивать, но так вот было Какая, кстати, вот та игра с ЦСКА Тоже справедлива, как она завершилась? Вы знаете, перестроились, вот после первой тайны перестроились В другую схему, начали немножко играть И в более привычную нам, что ли И я на другом месте играл Как-то стали посвободнее И, не знаю В своем русстве как-то чувствовалось себя И те моменты, которые были, не забили Хотя, вот, я скажу, не так много моментов вроде было во втором тайме Но при этом, не знаю, наверное, закономерно все-таки этот результат был по игре Локомотив после Нового года не проиграл ни одного официального матча То есть, если, ну, либо ничья, причем там со сложными соперниками, либо победы По качеству лучше сейчас Локомотив играет, чем было вот перед Новым годом? Или просто так совпало? Не, я не думаю, что так совпало Прошли предсезон, мне кажется И все вместе как-то почувствовали И до этого, летом, когда только собирались Кто после сборной приехал, кто попозже Было тяжело собраться Через час приехали, все собрались Все почувствовали друг друга Собирались И, наверное, это дает свои плоды То, что мы там нарабатываем То, что тренируем То, что требует от нас тренер То и получается Про сборную не могу не спросить Потому что часто спрашивают Пока не получается закрепиться Вы сами как это объясняете для себя? Просто рано еще? Или как? Да, я думаю, что рано 23 года, как рано Рано было там 3 года назад, мне кажется Такие матчи, которые были, в принципе В том же матче с Бельгой, когда я выходил Конечно, Бельгой непростой соперник Вроде пытался показать себя Но при этом Где-то, наверное, может быть Не хватает вот этой вот какой-то Именно сборной практики Когда ты всегда играешь в чемпионате России Потом приезжаешь Чуть-чуть совсем другой уровень Другие скорости И этот промежуток маленький В котором ты в сборной находишься Нужно понимать, что от тебя тренер хочет И, может быть, не знаю Вроде все понятно Но при этом Пока картинки такой Яркой какой-то нет С Азаром там не пересеклись где-нибудь В каком-нибудь игровом моменте? Да, было пару раз С братом, с братом Можно было по ногам ему врезать Да Ну, ему как-то не особо хотелось Молодец Все-таки, что изменилось По сравнению с прошлым сезоном? Вы сами говорили, что не всегда попадали в старт Сейчас вы один из лидеров Лучший бомбардир Чувствуете уже себя? Лидером чувствуете себя в локомотиве? У нас много, в принципе, хороших игроков И квалифицированных Поэтому, наверное, не то, что лидером Но одним из, наверное Так как постоянно играю Поэтому, конечно, от человека, кто постоянно играет Требуется, наверное, каких-то больших задач Нежели кто выходит, допустим, на замену Конечно, это будет не груз А эта ответственность уже повышается Поэтому, где-то, наверное, в голове сидит Это то, что в решающих моментах Надо брать на себя ответственность И уже доводить до конца игровые моменты Поэтому, не знаю Надеюсь, что справимся до конца До конца этого сезона с этой ответственностью С Парфаном, судя по всему, в своем понимании Уже полностью, да? Вы знаете, всегда было как-то Ману Джефф, всегда как-то с ними было приятно Не знаю, так как это совпалось Хорошие игроки И с ними, в принципе, легко Даже футбольный язык один А как вы с ними общаетесь? Ну, на английском как-то У него такое, у нас такое Поэтому на этом мы сходимся как-то А с Ману на русском, кстати А с Осмоловым Как вам кажется Почему пока Фёдор так много не забивает, как в Краснодаре? Я понимаю, что задают часто Но, тем не менее Мы, в общем, не сомневаемся в его уровне Мне кажется, может быть Он как-то зациклился на том Что именно надо забивать, забивать, забивать Может быть, как-то немножко Надо не то, что забыть об этом Но, может быть, как-то переключиться на другой лад И, допустим, не знаю И где-то этот момент и сами найдут его И удача повернется к нему снова Но я верю, что у Федя все получится Он опытный, в принципе, игрок Футбольная карьера, она, в принципе, такая Непростая Поэтому, я думаю, справится Мне кажется, в плане эмоционально-психологически Ему надо поправить Тут нужный лад найти А он до того, как в команде в Локомотиве появился Вам доводилось там общаться где-то? В сборной, да? Ну, в сборной только пересекались Я как бы на тот момент реже играл Больше брат как-то с ним в связке был в сборной Поэтому, в принципе, все получалось Когда с Испанией их сыграли 3-3 Лешу, когда отдал Федя Не знаю, как-то вот Надо найти вот какую-то нить Но это все, опять же, через тренировки Через работу Поэтому, я думаю, все наладится И Федя... Такой вопрос у меня Вы стандарты выполняете Вы со штрафного уже забивали Вот сравнительно недавно Отрабатываете много вообще? Ну, остаемся с братом Остаемся частенько Остаемся, пробуем Мне кажется, это немаловажный фактор такой в игре Те же самые угловые Стандарты штрафные Поэтому, не знаю, сколько Ну, достаточно много, мне кажется, процентов забивается с них Поэтому уделяем большое количество времени Сейчас, правда, в последней игре с Инисеем Там, где-то увидел я птицу вроде Она полетела, поэтому... Кого увидели? Птица Ну, что-то далеко Ударена такая позиция была замечательная Я думаю, сейчас Леша, бери, спокойненько Попади туда Я думаю, сейчас И в итоге небеса Ну, бывает и такое Бывает, да Я думаю, что ничего страшного нет У меня такой вопрос Ну, вам часто задают вопросы про брата А у вас вообще характеры разные с братом? Есть отличия в характере? Ну, тот факт, что я на 10 минут младше Мне кажется, уже... И уже я другой человек Мне кажется, как ни крути Он все-таки первый увидел этот мир Поэтому, мне кажется, уже как-то априори прошло это все Характеры разные Мне кажется, больше надо у людей со стороны спросить Но я думаю, где-то, наверное, более поспокойнее Нежели Леша Леша больше такой в себе Много думает такой какой-то Но при этом оба веселые И на том же футбольном поле Не знаю Так тяжело сказать Знаем, что надо бороться всегда до конца Поэтому Мне кажется, все-таки где-то похожие черты характера Ругаться вообще доводит? Принято, да Принято, да? Принято, да? Ну, не принято Всегда было в детстве Мне кажется, это у всех близнецов Это нормально У меня с братом 7 лет разница И то это нормально Да? Ну, говорю, у нас 10 минут Поэтому В той же самой игре Можно, не знаю, так По взгляду понять брата Или он, по-моему, очень-таки бывает Где-то словесные перепалки какие-то бывают Поэтому не без этого Я читал ваше интервью Вы сказали, что Надеетесь скоро, что Он может заиграть в атлетику Почему в атлетику? Не, я сказал, что В испанском чемпионате было бы Не знаю, это, наверное Не то, что мечта Но где-то близко к ней Атлетика, в принципе Посмотреть на того же Гризмана Это, мне кажется, похожие такие футболисты Почему нет? Можно и там Топ-клуб Против него играли, в принципе Почему нет? А вы болеете за какую-нибудь иностранную команду? Ну, больше, конечно, за Барселону Мы всегда с детства Как-то, да Вот сейчас чемпионы тем более стали досрочно Ну, вот можно побороться тоже За чемпионский титул Локомотива тоже Можно, а почему нет? А мы, кто сказал, что мы не боремся? Мы сейчас посмотрим Давайте посмотрим Календарь Локомотива Оставшиеся матчи в этом сезоне Локомотив продолжает борьбу За чемпионский титул Итак, в этом сезоне Арсенал Локомотив Локомотив Рубин Урал Локомотив И Локомотив Уфа В ближайшее время Арсенал, который очень неплохо выглядит Далее Рубин Ну, Рубин проблемный Поездки в Теренбург И дома с Уфой Я даже не знаю Какой матч это посложнее? Самый сложный? Мне кажется, 4 матча Самых сложных Ну, радую то, что Суфой дома Это, конечно, большой плюс Рубин, конечно, молодая команда Но при этом Не будет с ними легко Мы играли с ними на кубок Поэтому Ребята кусачи и все Поэтому я не думаю Что будут проходные матчи Ну, посмотрим В любом случае А из тех, кстати Которые сыграны Уже были после Нового Года Вам какой Больше всего понравился? В каком Локомотив Выглядел интереснее? Интереснее? Мощнее, я не знаю Хороший вопрос Надо вспомнить Ну, мне кажется У нас как-то Появилась стабильность И вот как-то Мне кажется Все матчи, которые Были После Нового Года Они какие-то Не то что одинаковые Но Смотришь И приятно смотреть Уверенность какая-то появилась И Какой-то костяк есть Наверное Поэтому Какой-то один матч Я, наверное, не смогу выделить Не очень удачно стартовали Да? Осенью, летом А что тогда Семин говорил Когда было понятно Что не очень игра получается? Вы знаете Он у него всегда Всегда так Когда Наверное, игра не идет Лучше Где-то не получается Может быть С контролем мяча Или Выбегать в контратаку Где-то Начинать просто бороться И много бегать То есть Это вот Юрия Павловича Наверное Такой Лозунг Наверное Борьба И много бегать Я помню Была такая история Пару лет назад Когда Говорили о том Что вы можете Локомотив покинуть Что можете Там контракт не продлить Тогда общались С Юрием Павловичем Просто на тему Будущего Вы знаете Тогда вот Я Точно в себе знал Что я хочу остаться Поэтому Тогда больше Наверное Был момент С братом Такой непростой Но я знал Что я точно Останусь Потому что Я хотел здесь Дебютировать И начать свою карьеру Так это случилось Но на тот момент Ну я знаю Что Юрий Павлович За нас Очень сильно боролся И переживал В этом плане Поэтому Спасибо ему большое Но За себя Я точно знал Что хочу остаться Ну что ж Прекрасно Кстати Вот Василий Александрович Кнадзе Сказал Что Если будет Сильное предложение Из Европы То готов Отпустить У вас вообще Есть такие Какие желания Ну Головин уехал Ну правда У него там Не все просто Но тем не менее Ну знаете Я смотрел Последний матч С пассажей Кажется Они играли Он забил Считаю Что Правильное решение Так как Не знаю В проблемной команде Он хороший игрок И на этом фоне Он как-то выделяется Я даже смотрю Не знаю Выглядит Лучше Тех же Своих Своих игроков Поэтому Это правильное решение В любом случае Посмотрите на всех Молодых Кто играет В Европе Это правильное решение Поэтому Я бы с удовольствием Наверное Если будет какое-то предложение Я бы с удовольствием уехал Но все зависит от меня Я догадываюсь Мы побольше тогда Голов за локомотив За сборную А с Кикназа общались уже После того Как он стал президентом Да Общались О чем? Очень Ну Цели, задачи Какие-то моменты Того же Перспективы На будущее Какие-то такие Личные беседы больше Вы когда поняли Что игра локомотива Вот наладилось После всех неудач Когда что Все сейчас хорошо Что игра идет Получается Ну наверное После первого матча После Нового года Это мы играли с крыльями 2-2 Непростая игра была Но при этом Как-то чувствовал себя Спокойно Уверенно И знал что Не знаю Все у нас получится Как-то И при этом От матча к матчу Мы прибавляли И Наверное После этого матча Так же и продолжается Все Вы смотрели вообще Какую календарь у Зенита Или стараетесь На эту тему Не думать Я знаю Да не то что не думаю Это Всегда где-то увидишь Кто-то скажет Ты знаешь Что сейчас С Ахматом у них На выезде А потом ЦСКА А потом ЦСКА Еще да Посмотрим Будет интересно Просто Казалось бы Да Долгое время Говорили что Локомотив неудачно стартовал Обращали внимание на Спартак Говорили о ЦСКА В том раз И Локомотив В роли главного преследователя Ну мы всегда были рядом Рядом Да Вот так вот вышли И Краснодар Сзади остался И ЦСКА Сзади и Спартак Ну значит Что-то в нас есть То что есть Вы все еще Действующий чемпион Как ни крути В любом случае А что кстати Главное Вот что есть В Локомотиве Что помогло Выиграть В прошлом году Чемпион И в этом До сих пор бороться За чемпион Мне кажется Это не секрет Это такой Больше от коллектива идет Наверное Я в этом Уверен на 100% Это Как мы между собой Ладим И какая обстановка У нас Вне поля Поэтому мне кажется Это основное Что может быть Несмотря на какие-то там Другие факторы Это Отношение между партнерами И тренерским штабом Если Локомотив Попадает в зону Лиги чемпионов Уже можно говорить о том Что удачный сезон Для вас Безусловно Конечно Это задача была В Лигу чемпионов Попасть Я думаю Если так и случится То мы выполнили На 99% Все Какие ощущения Остались от Лиги чемпионов Локомотив В непростое время Туда угодил Когда так Команд Штармин Много говорили Но мне кажется Если вы смотрите Хоть один матч Я смотрел все Мне кажется Мне кажется Было интересно Надо смотреть С кучей моментов С игрой в атаку Да Где-то Когда не забиваешь Ты забиваешь Тебе Это наверное В Лиге чемпионов Тем более работает Поэтому Какие-то свои Думы Работу над ошибками Мы сделали И Я для себя Я думаю Что Дай бог Если попадем То мы выступим Совсем по-другому Что-то произвело впечатление Ну в Стамбуле Например Тогда выходил на замену И разминался Как раз там Болельщики Конечно сумасшедшие Это Одно из Что запомнилось Просто невероятная атмосфера Конечно О чем вы мечтаете Антон Вот сейчас Вы Один из лидеров Локомотива Лучший бомбардир В сборную Вызываетесь Ну пока не закрепились В основе Но тем не менее В Лиге чемпионов О чем мечтаете Вы знаете Какой-то наверное Обрести Сделать какой-то шаг вперед Как мне кажется Я уже По сравнению с тем Сежелом Сделал какой-то тоже шаг вперед Несомненно Поэтому Сделать шаг вперед И мне кажется Этот шаг Должен заключаться в том Что Закрепиться как-то в сборной Проявить себя Забить уже Хоть наконец Первый гол В официальных матчах Попасть в Лигу чемпионов И там уже Закрепиться В плане того Что Чтобы о нашем клубе И о нас заговорили Уже На Международной арене И я думаю Если так и произойдет То это даст Какие-то свои плоды И Следующий шаг Будет уехать В Европу Я вот еще Такой вопрос задам Я читал Что Вы сказали Что вы читали Портрет Дриана Грея Да Понравилось? Да Очень понравилось Я правда не дочитал Но Очень понравилось Это наверное Одна из любимых книг Ну еще спеши любить Интересная история Такая прям Фильм я правда не посмотрел По этому фильму По этой книге Но Очень тоже понравилось Ну что ж Мы вам желаем здоровья В первую очередь Спасибо да Мы вам желаем Успехов Мы вам желаем И в Локомотиве И в сборной Ну и чтобы все мечты Сбывались Спасибо большое В гостях у нас сегодня Был Антон Миранчук Один из лидеров Московского Локомотива Локомотив продолжает Погоню за Зенитом Из Санкт-Петербурга Смотрите Футбол России И всегда будьте в курсе Всех последних Футбольных событий В нашей стране Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому